Мира, 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 Мира. Пришли в гости к Тане. Таня! Всем привет! Я приехала к Тане в гости на какао. Расскажи, сколько ты уже в Тюрова на Малай живёшь? Год и... Три месяца. Год и три месяца. Год и три месяца. С начала локдауна, да? С начала локдауна. Ну, не только с начала локдауна, а с января, с двадцатого года, с середины января. А первый раз в Тиру когда-то приехала? Первый раз в Тиру я приехала в тринадцатом году. В тринадцатом. В тринадцатом. В тринадцатом. Да. В тринадцатом. Аль, почему захотелось приехать ещё раз? Ну, сложно сказать. Не знаю, потянулось. Очень сложно сказать, да. Для меня до сих пор загадка. До сих пор загадка. На данный момент, смотри, ты тут находишься уже долго. И что конкретно для тебя Тиру вообще обначало? И твоё пребывание здесь. И скажи, что оно тебе дало то, как ты жила раньше, до и после. То, как ты сейчас живёшь. И то пространство, где мы сейчас находимся. Ты можешь что-то рассказать? Ну, однозначно, что Рудачила, ну, непростая гора. Это место непростое. И оно энергетически непростое. И что я заметила, что оно всё усиливает. Всё, с чем мы сталкиваемся. Что у нас внутри происходит. Эмоции, переживания наши. Это всё усиливается. Что бы это ни было. И гнев, и страх, и что-то приятное. Радость, блаженство. Всё это усиливается. Всё как будто бы в красках представляется. Жизнь здесь красочная и наполненная. Это манговое дерево. Прямо тут в саду растёт манго. Вот такие плоды падают с этого дерева. Постепенно зреют и можно кушать. Скажи, чем ты занимаешься? Тут. Хожу вокруг горы. Да, Таня ходит каждый день вокруг горы. Сейчас хожу. Я взяла такую практику себе аскезов. Я хожу вокруг горы каждый день. Хочу проходить сто восемь раз. Надеюсь, у меня хватит. Хожу босиком. Это тоже одно из моих условий. Даже когда я иду по внутренней тропе, я тоже иду босиком. Хотя там непросто идти. Потому что много колючек попадается. Здесь у меня увлечение. Да, я здесь сладости делаю. А что ещё делать? То, что я умею, то, что меня радует. Делаю разные вкусняшки. Да. Сыроедные и не только. Радую людей, поскольку индийские сладости, они все напичканы белым сахаром. И такие они все на один вкус. Можно сказать. Да. А расскажи именно об этом месте, где ты сейчас находишься. Это ашрам. Это ашрам преданного йогером Сурат Кумара. Это лилазовский. По-моему он уже основан лет 20 тому назад. Это ашрам. Прекрасное место. Оно находится неподалёку от ашрама йогером Сурат Кумара. Тихий такой переулок. Есть небольшой вид Наруна Чулот, если его дом не построили. А так раньше был прекрасный вид. Я его не видела, но я предполагаю. Йогирам Сурат Кумар был великим индийским святым мистиком, который ушел в 2001 году из тела. Его ошрам находится в Тирвана Малау. В том году я узнала совершенно случайно. Познакомилась с русскими ребятами, кто посещает ашрам Йогирам Сурат Кумар. Узнала об этом месте и потом в воле судьбы переехала сюда. Скажи, как тебе здесь? Прекрасно. Условия? Очень прекрасные условия. Расскажи про условия. Условия просто евростандарт условия. Вот такие вот условия. Есть кухня, что немаловажно для меня, поскольку я люблю готовить и сладости делаю, которая оборудована полностью и блендерами, и различными штуками для кухни. Очень красивый сад здесь, манговые деревья, цветы. Очень тихое место по сравнению с другими местами, потому что на самом деле мы тут в таком райончике находимся, который не считается тихим, поскольку это места рядом со шрамами, здесь недалеко Рамана Ашрам, и в принципе сезон здесь очень оживленно, и много людей селятся, и много домов здесь. очень они плотно построены. И вообще до сих пор даже стройка в локдаун не заканчивается. Дома строят, строят, прям... Только находят пространство, какой-то угол, и сразу же дом уже. Вот такая, да, история. Расскажи, что за время локдауна, самое главное, что дал себе этот локдаун, потому что очень мало русских на самом деле остались на такое долгое время. И почему именно ты осталась, а не уехала, и... И вот это время, когда объявили локдаун, и когда была паника, и все сидели по домам, как бы было... Ну, потому что ситуация была непонятная, это сейчас уже мы все просекли это. Вот, что это в большей степени фейк. Вот, но на тот момент было непонятно, и на тот момент, что изменилось в моей жизни, что все планы, они ушли, и невозможно было что-либо спланировать. То есть это... Началась жизнь именно шаг за шагом. Маленькими какими-то действиями она проходила. И только все внимание было в этом действии, потому что, ну реально, ты не знаешь, что дальше будет. Ты не знаешь, что тебе завтрашний день принесет. И это меня научило жить именно моментом. Жить моментом. А когда ты начинаешь жить моментом, жизнь становится объемнее, восприятие жизни. Поэтому я... Ну скажи, ты перестала вообще планировать следующий день? Я перестала планировать, да, следующий день. Я перестала, конечно, планировать какие-то вообще длительные события. Нет. Абсолютно. Это если какой-то план, то это просто что-то ориентировочное. Ориентировочное, что сегодня я могу сделать. Что это нужно, да, сделать. Там, может быть, в ближайшее время. Как бы нужно. Но чем Индия славится? Тем, что она просто рушит все планы. Да, рушит все концепции. Она тебя заставляет жить в моменте, в ситуации, которая сейчас происходит. Прямо сейчас. И тут все, любое действие, которое совершается, здесь даже вот там чаепитие, это настолько объемно и глубоко. Почему здесь остаюсь еще? Потому что я чувствую, что здесь еще оставаться, ситуация еще не понятна, не ясна. Пока буду здесь. Спасибо большое. Какого-то вкусного. Какого-то вкусного. Какого-то вкусного. Ты вообще не говори. Какого-то с корицей-то. ты считаешь, находясь здесь, да, для тебя, вот, как гуру или учителем, или наиболее, вот, кто тебе резонирует именно из... Ну, скорее всего, это, в первую очередь, это Ару начало, однозначно. А так, каждый, каждый встречный, на самом деле, учитель, каждый встречный. И это тут ощущается однозначно. Все, что происходит вокруг. Любая реплика, все, любое действие кого-то даже, все тебе говорит для тебя. Да. То есть... Класс. Ты наполнена жизнью. Для тебя все, все для меня, все для меня происходит. Да. И это сейчас тоже для тебя? Ну, видимо, да. Ты смотришь в глаза своему учителю сейчас. В какой глаз ты смотришь? У тебя тут три глаза. Три? Кто там? Ну, там три этих объектива. Даже четыре. А, это вспышка. Или четыре. Сейчас будет реклама телефона, да? Покупай Редми с четырьмя глазами. Редми? Редми. У меня знакомая фирма. Что-то у меня такое было. Ксиоми, Редми. Какой? Ксиоми. Ксиоми? Угу. Я, кстати, да, когда свой покупала, этот, фьюауэй, тоже там ксиоми, по-моему. Не, фьюауэй это другое. Но они вот из одной степи. Ну, вот я говорю. Из одной степи. Я говорю, что они вот чем-то похожи. Какие планы у тебя еще на сегодня? Что будешь делать? Ты Кириллама уже сходила. Кириллама сходила. А, Кириллама сходила. И сегодня я буду платье завершать. Я тут это шить начала. Еще кроме того, что готовить, я начала шить своими руками. вручную. Здесь очень хороший продается лен. Да. Индийского происхождения. И скажи, вообще все пространство, оно благоволит, чтобы заниматься именно самопроизводством. Потому что здесь нет практически вот этого фабричного. Да. Да. Ничего фабричного нет. А шви, которые здесь есть, это хорошо, что попадется тот, кому ты как бы доверяешь. Ну, нет. Ты, кто может, например, когда ты ему приносишь еще и говоришь, что он мне такую же сделает. А в основном они только шьют свое индийское. То есть это сари и еще такую простую индийскую одежду. А что-то есть особенное такое хочется. Ну, мне очень понравилось это. И ходить в своей одежде, это очень здорово. И она энергетически другая. Энергетически другая. Таня не сказала. Таня не сказала, потому что Таня всегда приезжала в это место, в Тирваном Малай, чтобы ходить в Рамана Ашу. А когда случился локдаун, шрам закрыли и я начала исследовать окрестности. Оказывается, здесь окрестности настолько красивые. Настолько здесь красивая природа. И есть много интересных мест. Даже водопады случаются. Это вообще невероятно. Просто одно место, что может дать тебе все. Куда-то буквально от Тиру 30 километров выезжаешь. И совершенно другая природа. Характер природы больше. Гористы их местности. В одной части. В другой части есть водопады. И настолько она пышная природа. Очень много растительности. И про чистоту скажи. Да. Чисто скажи. Да. И чисто. И воздух чистый. И просто наслаждаешься. Это вообще здорово. Так что Индия не грязная, да? Индия. Нет. То, что Индия грязная. Нет. Абсолютно нет. Есть тут места очень красивые. А про Руначил это опять? Руначила. Это? Это источник. Да. Если вы побывали хотя бы в одном месте силы. Руначила вас притянет. Все места силы они отражают. Они отражают Руначил. Свет Руначил. Свет Руначил. Таня, спасибо тебе большое. Пожалуйста. Тебе спасибо, Кристина. Таня, спасибо тебе большое. Свет Руначил. Таня, спасибо тебе большое. Продолжение следует...